всем привет есть у него такой вот сетевой удлинитель древний древний видавший разные всякие виды которые уже несколько раз наверное закончил свой ресурс разбивался тут склеивался короче ветеран так сказать удлинительского движения но на самом деле очень нужная для меня в хозяйстве вещь и эта вещь перестала работать ну то есть элементарная подключая в сеть вот у него вилка вилка уже конечно замененная было уже не помню когда тоже давно включая в сеть подключаю сюда электроприборы нифига не работает надо разобраться в чем дело а заодно хочу поменять вот этот кабель этому кабелю тоже уже сто лет в обед он уже тут с какими-то просьб протертостями в общем вот эта изоляция на мой взгляд уже себя изжила тут какие то может даже кто-то из кошаков или собак это кусал ну короче капец этому кабелю точно хана хочу этот кабель заменить заменить хочу вот на такой есть у меня такой кабель от другого удлинителя однажды он у меня остался в закромах лежит лежит думаю вот он сейчас нам и подойдет почему же мне нужен очень именно вот такой удлинитель сейчас расскажу если вы еще не догадались некоторые старые магнитофоны требуют вот таких розеток это старого образца розетки еще с советского союза вот например например вот это у меня сетевой кабель от магнитофона эльфа 201-3 он шел в комплекте с этим магнитофоном он еще довольно новый так сказать без пробега вот у него обратный штекер который к магнитофону подключается и вот как вы можете видеть в нашу стандартную сетевую розетку сегодняшнего дня это не подключить а сюда она подключается как родное также вот для примера я достал показать это сетевой кабель магнитофона saturn 200 любой 200 какой-нибудь тут еще более старый штепсель ну вилка да и тоже вот они как говорится созданы друг для друга и для сохранения аутентичности родные сетевые кабели иногда хочется сохранить и для того чтобы эти магнитофоны включать необходимо подключать вот к такой розетки которая свою очередь будет уже запитываться от нормальной современной розетки нормальной современной вилкой вот такие дела ну какой у меня план над сюда заглянуть для начала это все разобрать час она у меня рассыпется интересно потом я соберу или нет все это клей на и переклеена и и посмотрим посмотрим может позвонить да почему нет контакта может начать с прозвонки ну-ка позвоним сейчас прибор в режиме прозвонки проверим звонится или звонится так один конец сюда неважно какой второй конец сюда здесь нет контакта на втором о ну так то есть а ну-ка другой а вот другого нет вот собственно поэтому и перестал работать удлинитель еще раз убедимся в наличии дефекта сейчас проверяем вот этот контакт плохой но он есть вот даже у 100 вам не видно вот он а теперь другой должен быть он здесь а его нету значит где-то обрыв в этом кабель и хорошо его пора выбросить какое все тут грязно и вообще по уму все бы вот это вот поснимать и почистить хорошенько хотя бы раз в сто лет я думаю сюда никто не залазил особо на протяжении многих многих лет но к сожалению мне доподлинно неизвестно как вот эти вот металлические детальки снимаются и можно ли их как-то безопасно снять чтобы не сломать этот и так пробовал редак короче я пришел к выводу что я наверно не буду их снимать попробую почистить как-то так вот приготовил такую ванночку импровизированную из понятно чего из футляра до для катушек хочу воспользоваться этим случаем и испытать вот такой очиститель карбюратора давно он у меня прикуплен мне стало любопытно как он себя поведет вот в этом случае будет ли он полезен поможет ли он все это дело очистить ну давайте вместе с вами попробуем и выводы потом сделан вот я уже пытался когда все это снять вот уже нарушил параллельность вот этих двух контактов может быть это и не важно но не хотелось бы угробить как говорится вещь ибо вещь в хозяйстве в моем нужная давайте попробуем это все почистить посмотрим что из этого получится кто-то Крутил вертел я в руках это изделие и вот до чего довертелся. Получилось вот разъединить эти две части. Одну вот, вот эту деталь снять удалось. Тут она на винтике держится хорошо, потому что хочется их почистить получше. И вот точно такая же деталь вторая. Она здесь вообще не на винте закреплена, а на заклепке. Почему так? Мне непонятно, мне кажется это странно. Может быть и это была на заклепке когда-то, а теперь стала на винтике. Или на сборке винтиков не хватило, решили заклепку сделать. В общем, я не понимаю. Но снимать вот эту же вторую деталь не представляется возможным. Нарушать вот эту вот заклепку или как это называется, не хочу. Поэтому вот докуда дотянусь, там и почищу. Но наблюдая за всем за этим, уже можно сказать, что оно стало гораздо, гораздо чище. Значит, очиститель карбюратора замечательно работает. Черноты уже почти нет. Складывается впечатление, что вот еще немножко дать поработать очистителю карбюратора и вообще никакой механической чистки не потребуется. Вся грязь сама по себе отвалится. Что ж, вполне так может быть. Сейчас обработаю еще раз этой жидкостью и дам всему этому хозяйству. Полежать и посмотрю на результат. Прошло несколько часов. И вот любопытно, что будет, если вот так оставить и позволить высохнуть вот этому средству. А будет любопытно. Все прилипло, шеф. Все прилипло. И даже вот эти мелкие детали не отодрать. Вот такой нюанс. Кое-что еще отлипает. Похоже, нужно опять смочить очистителем карбюратора, чтобы все отмокало. Ну, не сразу, я думаю. Но отойдет. Прошло совсем немного времени. Все у нас отошло. Ну, несколько почище, конечно, стали все черные места. Если кажется, что они черные, то это за счет вот этих черных трубочек, на самом деле, все можете видеть, выглядит вполне прилично. Достаточно чисто. И можно собирать все обратно. Но прежде чем собирать, хочу обтереть все влажненько салфеточкой, чтобы это и пахло приятно, и тут лишние осадки, так сказать, грязи с этих деталей тоже убрать, чтобы с этим было дальше приятно взаимодействовать. КОНЕЦ снял весь скотч и как следует помыл это изделие советской промышленности разумеется оно у меня в руках развалилось пополам развалено оно было судя по всему еще много много лет назад надо что-то предпринимать еще не весь скотч отошел вот еще надо что-то предпринимать как-то все это дело возвращать в рабочее состояние и меньше всего хочется обратно наляпывать здесь накручивать скотч и мне в голову не приходит ничего лучше чем попытаться склеить эти две половинки клеем но клей мне единственный в наличии супер клей минутка или как он там называется моментовский хочется верить что он здесь поможет я думаю попытаться стоит крутятся катушки работает старичок один канал молчит надо будет как-нибудь этим заняться разминаем косточки и в целом полет нормальный ох и ядреный этот клей пока его наносишь аж глаза слезятся ну что я надеюсь у нас все получилось надо дать конечно ему время укрепиться но пока он сохнет займемся сборкой начинки ну вот уже кое-что промежуточный результат немножко пришлось конечно помучиться кое-где не угадал с длиной хотел еще надеть на этот кабель термоусадку но к сожалению максимальный размер у меня пятерка здесь явно нужно больше термоусадка ну в итоге вот так закрепился кабель вот эта изоляция не очень качественная мягкая такая легко повредилась поэтому здесь не обошлось без синей изоленты но я подумал что это к лучшему вот эти места точно будет не лишним усилить и по итогу получилось то что получилось сейчас можно проверить есть ли контакт с вилкой и уже надевать можно кожух ну поехали прозвоним плохо касаюсь хорошо и даже сопротивление только я сказал про сопротивление как оно поплыло но это из-за контакта нестабильного вот оно хорошее сопротивление так другой тоже все отлично все стабильно завершающий этап сборки ну что склеилась полежала у меня на подоконнике я открыл окно чтобы прохладненько было и и ну боюсь конечно подвергать нагрузкам не хочется чтобы расклеилась но по ощущениям склеилась неплохо кое-где еще липковато наверное надо было больше дать времени но терпежу же нету хочется же закончить быстрее тут вот отколото конечно так ну начнем потихонечку это дело все совмещать тут надо чтобы и проводочки у нас гармонично уместились и уголочки так сейчас кошка там и так все гармонично совместить и закрутить последний винтик осталось хочется контролировать этот процесс видимо вот отсюда как-то так мешает немножко вот этот проводок так лучше лучше не лучше тут прям тесно ага зашло зашло как родное ага а а а а готово надеюсь что еще послужит старичок удлинитель совместное советско-китайское производство кабель китайский удлинитель советский так ну что надо бы испытать сейчас попробуем испытать думаю для испытательных целей прекрасно подойдет вот эта лампа включаем tricks светит включаем еще в одну светит включаем в третью вот так светит замечательно выходит и что можно даже теперь и магнитофон запитать на василий подержи лампу давайте попробуем запитать магнитофон это сетевой шнур от электроники переносим внимание на электронику включаем да в самом деле так ракорд маленько прокрутим можно даже перевести ее в режим воспроизведения там у меня заканчивается уже лента здесь начинается хотя у меня конечно уже время ночное ну что же все прошло хорошо изделие готово служить дальше я благодарю вас за внимание желаю вам всего доброго и до новых встреч на канале пока всем в общем привет еще раз ну доехал до меня календарь который давно хотел вот такой вот календарь ребята сделал из казахстана сегодня у нас январь в теме ростов дальше февраль в теме но то даже с девушками и так далее март сатурн в апреле у нас снежить 204 в мае опять сатурн и идель наконец-то в июле как раз я с отпуска приду и у меня будет идель стоять на работе это у нас снежить в августе такой вот теннисисткой или есть сентябрь даже орбиты есть 107 здесь юпитера так понимаю да в ноябре декабрь сандра ну и опять центральных страниц вот такие пополняхи у меня на сегодня